Ажиотаж начался в понедельник вечером. На втором Бурковском карьере люди оставались даже в ночь. Ловили рыбу. Вернее сказать, вылавливали ее с очками. Лунки делали не как обычно топором, а выпиливали бензопилой. В ночь уже было тысяч пять. И с фонарями. И потом, конечно, и полиция была, и рыбнадзор. Сказали, что только 50 штук можно и с травой нельзя. Такие проталины теперь на каждом шагу. Народу хоть и убавилось, но сидят с самого утра. С одной стороны развлечения, с другой спасают рыбу. Дело в том, что под толстый слой льда в воду не поступает кислород. Рыба задыхается, а водоем, как говорят рыбаки, начинает гореть. Чтобы этого не происходило, нужно делать лунки. Если бы не мы, то рыба вообще взбегла вся, подохла. Ну, у нас вот, я вот, ну, три лунки, четыре подолбили в краю. Рыбаиспекция не работает совсем. Они должны заниматься этим делом. По словам местных жителей, этот карьер не горел ни разу. Поэтому для всех новость стала открытием. Рыбаки отмечают, что в этом году горят буквально все озера Рязанской области. В начале месяца наша съемочная группа выезжала на водоем Вилье. Там рыба выбрасывалась на берег, чтобы подышать. В этот раз удочки тоже с собой никто не берет. Только сачки и мешки. И ловили вот таких. Один идет с мешком. Я ему, покажи. Он таких вот показал, три штуки. Мы даже про таких рыб. Я вот живу на берегу, да. Мы даже таких рыб не слышали, что там чуть ли не белуха. А то бы она залегла вся на дне, а потом бы весной она бы встухла вся вода бы. Этого даем вообще, как считается, у нас купальными, да? Здесь купается Рязань. А если бы мы сейчас не ловили, то представляете, сколько рыб и какой запах у нас воды. Сейчас рыба выпрыгивать перестала, говорят, надышалась. Ведь лунок сделали очень много. Восстановить популяцию планируют во время нереста.